Десногорцы Адаптация к детскому саду без слез и истерик. Инструкция для родителей Естественно, тогда здесь индивидуальная работа, индивидуальный подход к ребенку. Здесь уже подключаются специалисты, психолог, социальный педагог Традиционная закрытия городской новогодней елки Я испытала очень крутые эмоции. Мне понравилось здесь, на этом празднике. Очень праздник красивый В конце 2019 года в дежурную часть отдела МВД по Десногорску поступило несколько заявлений от местных жителей Все они заявили о мошеннике, который обманным путем пытался присвоить себе их денежные средства. Подробности далее Злоумышленник звонил на номера десногорцев и сообщал тревожные новости Якобы их родственники попали в беду. Например, совершили дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом Но уладе ситуацию неизвестному звонившему по силам. Сумма услуги составляла от 10 до 50 тысяч рублей Взволнованные родственники в большинстве своем отправляли деньги мошеннику И лишь позже понимали, что их обманули После неоднократных обращений потерпевших в полицию сотрудники оперативно вычислили подозреваемого Им оказался 39-летний ранее судимый житель Новосибирской области Оттуда же он и совершал свои телефонные звонки, сумма ущерба от которых составила около 100 тысяч рублей Свою вину подозреваемый признал В отношении подозреваемого следователями отдела МВД России по городу Десногорску Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса мошенничества Наказание по данной статье предполагает решение о свободе на срок до 5 лет Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ В современном мире молодая мама сталкивается со множеством ситуаций, которые в ее жизни происходят впервые Приходится учиться заранее принимать взвешенные и обдуманные решения по различным вопросам воспитания Один из них – адаптация малыша к детскому саду Как это сделать без слез и переживаний – далее в сюжете Несмотря на то, что декретный отпуск по уходу за ребенком предусмотрен до трех лет Современные мамы в силу различных обстоятельств выходят на работу намного раньше Раньше чуть детей приводили повзрослее, где-то около трех лет, в три года То тенденция сейчас к тому складывается, что все-таки родители более молодые Естественно, чтобы не потерять место работы, им приходится выходить пораньше на работу Поэтому возраст детей уменьшился Многие родители отдают своих малышей в дошкольное учреждение уже в полтора года А чем ближе подходит это время, тем сильнее переживают сами родители Как отреагируют на новых людей малыш Как помочь ему справиться с началом нового периода Да еще и в таком юном возрасте Заблаговременное изучение таких вопросов является главной задачей для мам и пап Не забывайте, что в каждом дошкольном учреждении есть кабинет детского психолога Куда вы можете прийти и узнать все ответы на волнующие вас вопросы Сейчас мы как раз это и сделаем Прежде всего, конечно, работа с родителями Если родитель будет сам готов к адаптации То для ребенка это будет без всяких проблем Привыкание к детскому саду Будет более комфортным, мягким, удобным Это, конечно же, работа педагога Период адаптации имеет три степени Легкая – это когда ребенок без слез и истерика остается в детском саду И с легкостью подстраивается под режим При средней степени ребенок с трудом расстается с родителями Но довольно быстро успокаивается, когда включается в игру Тяжелая степень адаптации проходит долго Примерно от двух месяцев и больше При таких случаях ребенок очень долго успокаивается Не идет на контакт с детьми И становится очень замкнутым Естественно, тогда здесь индивидуальная работа Индивидуальный подход к ребенку Здесь уже подключаются специалисты Ну, также и психолог, социальный педагог А что же сделать для того, чтобы избежать сложности в адаптации И сделать ее по-максимальному легкой Это мы решили узнать у многодетной мамы Ларисы Голубевой К садику, как говорит она, нужно готовить ребенка заранее Не только морально, но и физически Приучаем горшочку, ложку, с кружки пить, а не с бутылочки Отучаемся, естественно, от памперсов Адаптация всех детей, а их у Ларисы четверо Благодаря таким простым правилам прошла благополучно А вот самому младшему сыну Ларисы, Игорю, повезло больше всех Все благодаря специально созданной группе Кратковременного пребывания в детском саду Юймовочка Куда они пошли с большим удовольствием С нами там работали и музыкальный работник, и психолог, и логопед Мы очень много потешек всяких разучили Я думаю, что более подготовленным, наверное, был четвертый Игорь к садику И мне кажется, менее безболезненно все это дело прошло Вот группа кратковременного пребывания в детском саду Юймовочка Она создана для тех, кто хочет постепенно и понемногу приучать ребенка к детскому саду Мама приходит сюда вместе с детьми, играют, занимаются, изучают Тем самым малыш привыкает к новой обстановке и к новым людям Такая группа была открыта в 2018 году Главная цель и задача педагогов – сделать адаптацию малышей к условиям детского сада максимально комфортной Дети от 9 месяцев и до 2 лет могут посещать такую группу 2 раза в неделю совместно с мамой Дальше, когда ребенок привыкает к новому месту, мама спокойно может уходить по своим делам А малыш тем временем точно скучать не будет Проходят музыкальные занятия, лепка, аппликация, рисование по возрасту Театр у нас есть, все, книги, рассматривание, чтение, заучивание по мере того, как развивается речь То есть мы разучиваем различные маленькие стихотворения Как показала практика, дети из такой группы кратковременного пребывания успешны и с легкой адаптацией переходили в основные группы полного дня А теперь подытожим Для любого ребенка очень важна заблаговременная физическая подготовка Как можно больше разговаривать с малышом о предстоящем новом в его жизни периоде Создавайте для него максимально схожие с детским садом условия Общение со сверстниками и взрослыми в новых для ребенка местах Но и самое главное, будьте спокойны, тогда все пройдет легко, как и у нашей героини Ларисы Голубевой Традиционное закрытие новогодней елки состоялось 15 января возле городской администрации Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи не давали детям скучать Новогодние праздники уже позади, а значит пришло время расставаться с главным атрибутом Нового года Именно по этому поводу возле городской елки собрались старшие группы из детских садов города Всех ребят не пересчитать, попрощаться с хойной красавицей пришло очень много желающих А чтобы детям было не грустно провожать елочку, сказочные волшебники подготовили для них веселую и подвижную программу Даже взрослому было сложно устоять на месте Много танцев и конкурсов не давали детям и воспитателям замерзнуть В конце праздника хоровод под известную новогоднюю песню Ну а дальше, чтобы на елочке погасли огни, все хором крикнули Сотрудники Центра культуры и молодежной политики совместно с волонтерами города традиционно радуют детей яркими и веселыми представлениями Настроение у детей после праздников было непередаваемое Я испытала очень крутые эмоции Мне понравилось здесь, на этом празднике Очень праздник красивый Мне понравилось, как мы там танцевали, вот так штучками прыгали Мне понравилось, там очень быстро танцевали Я даже вообще... Там быстрее, 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 быстрее прыгали Мне понравилось танцевать, играть во всякие игры Вот так весело попрощались малыши с новогодней красавицей до следующего Нового года Ну что, я желаю всем жителям счастливого Нового года И хочу им сказать, до новых встреч в следующем году Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Рафеев, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде 17 января в Десногорске пасмурно, ожидается снег с дождем Температура днем плюс 4, ночью около нуля На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев До новых встреч!